Гидромедцентр – это не только синоптики. Немногие задумываются, что служба занимается и мониторингом загрязнения окружающей среды. Это аэрохимическая лаборатория. Здесь на загрязнении изучают пробы воздуха, определяют концентрацию различных примесей. Говорят, она не превышает нормы. А это гидрохимик проводит калибровку приборов для полевых анализов. Сейчас весенне-летние половодии. Речную воду отбирают именно в это время. За год шесть проб. Морскую воду анализируют четыре раза. Морские воды мы исследуем в прибрежной зоне на расстоянии примерно 200-300 метров, а также в открытом море на расстоянии от берега две морские мили. По результатам наших исследований можно сказать, что наше Черное море чистое. Что касается рек, имеется небольшое загрязнение тяжелыми металлами, рассказывают в лаборатории. Но оно не связано с деятельностью человека. Реки берут начало в молодых горах Кавказа. Происходит естественное вымывание этих металлов из горных пород. А еще гидрометцентр составляет прогнозы погоды и предупреждает об угрозе возникновения опасных природных явлений. Например, шторма, ливни и лавин. Над этим круглосуточно трудятся синоптики. По территории установлены автоматические медиастанции. Каждые 10 минут мы получаем с них информацию. Отслеживаем, особенно актуально это в летний период, когда у нас появляется интенсивная возможность формирования резкого облачности и выпадения интенсивных ливней. До Олимпийских игр в нашем распоряжении было значительно меньше средств для отслеживания этих погодных явлений. Надо отметить, что подобные метеоцентры обычно расположены в столицах регионов. Ну а в Сочи работает целая служба – более 120 сотрудников. Метеорологи утверждают, что Сочи – один из самых сложных для прогнозирования городов нашей страны. Погоду на курорте формируют высокие Кавказские горы, море и непростой рельеф. У нас очень обширная наблюдательная сеть на территории города Сочи. Функционируют, проводят наблюдения три метеостанции с наблюдателями. У нас восемь автоматических метеостанций. У нас сейчас развивается очень сеть гидрологических наблюдений, которые отслеживают состояние уровня воды в реках. У нас очень большой объем работы по снеголовинному обеспечению в районе Красной Поляны. Мы обслуживаем сразу несколько курортов и даем фоновые прогнозы по горной зоне лавинной опасности. Кстати, самые первые прогнозы погоды в Сочи делали более 140 лет назад. Они зафиксированы в этой раритетной книге наблюдений. Из этой книги наблюдений мы можем увидеть, что в марте 1872 года, 22 марта, температура воздуха утром была плюс 8,2 градуса, в час дня – 13,6. И спустя полтора века почти ничего не изменилось. Мартовская погода все так же капризна и неустойчива, говорят синоптики. Сейчас в Сочи ожидается волна холода. В выходные дожди с температурой в районе 8 градусов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.